Сегодня я продолжаю рассказывать о знаменитых мужчинах, которые покинули наш мир весной 2022 года. 18 апреля не стало театрального режиссера и педагога Леонида Хейфица. Также он известен как первый муж Натальи Гундаревой. Он был прежде всего известен именно поклонникам театра. Впрочем, телезрители также с удовольствием смотрели фильмы-спектакли, поставленные им. Леониду Хейфицу было 87 лет. До своего 88-го дня рождения режиссер не дожил чуть больше двух недель. Согласно данным из открытых источников, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. Леонид Хейфиц покоится на Тройкуровском кладбище. 20 апреля из жизни ушел американский актер Роберт Морс. В нашей стране он был знаком немалому числу людей, более чем по 30 ролям в кино. В том числе Роберта Морса можно увидеть в лентах. Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая? Она написала «Убийство», «Невероятный Халк», «Рэд» и «Тихоокеанский рубеж». Роберту Морсу было 90 лет. До своего 91-го дня рождения актер не дожил чуть меньше месяца. 28 апреля этот мир покинул актер театра и кино Сергей Корякин. В его фильмографии свыше 50 работ. К примеру, Сергея Корякина можно увидеть в лентах. Бедная Настя, Большая икра, Танец горностая, Высший пилотаж, День отчаяния, Маршрут милосердия, Клад могилы Чингисхана и Господа полицейские. Сергею Корякину было 50 лет. Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание. 5 мая этот мир покинул писатель и сценарист Сергей Дяченко. Он получил признание как писатель-фантаст и сценарист, в частности фильма «Обитаемый остров». Посмертно писатель был охарактеризован как один из самых уважаемых и любимых фантастов постсоветского пространства. Сергей Дяченко писал в соавторстве со своей супругой Мариной Дяченко. Среди их наиболее известных произведений трилогия «Ведьмин век» и цикл «Скитальцы». Супруги являются лауреатами многих литературных премий в области фантастики. Сергею Дяченко было 77 лет. 5 мая не стало канадского актера Кеннета Уэллша. Он известен отечественному зрителю более чем по старолям в кино. В том числе Кеннет Уэллш снялся в лентах «Патруль времени», «Твин Пикс», «Тайны Смолвеля» и «Крокодил Данди 2». Кеннет Уэллшу было 80 лет. 12 мая из жизни ушел театральный режиссер, педагог и актер Валерий Гришко. Он известен поклонникам кино более чем по 45 лентам. В том числе он снялся в проектах «Улицы разбитых фонарей 5», «Убойная сила 6», «Гончие 3», «Петр Первый завещание», «Азори здесь тихие», «Битва за Севастополь», «Время первых» и «Знахарь». Валерию Гришко было 70 лет. Актер покоится на северном кладбище Санкт-Петербурга. 14 мая этот мир покинул певец, актер, композитор, продюсер и кинорежиссер Ренат Ибрагимов. Он был известен миллионам людей в нашей стране и далеко за ее пределами именно как эстрадный певец. Ренату Ибрагимову было 74 года. Причиной смерти певца стали проблемы с сердцем. Он покоится на Волковском кладбище в Мытищах. 20 мая из жизни ушел актер Игорь Сидоров. Он известен более чем по 40 ролям в кино. В том числе Игорь Сидоров снялся в проектах «Мама», «Тихие омуты», «Я виноват 2», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Универ», «Вару». «Коронины», «Интерны», «След» и «Общие интересы». Игорю Сидорову было 57 лет. 21 мая ушел актер Вячеслав Беляев, известный по ролям в лентах. «Убойная сила 4», «Инструктор», «Бедный-бедный Павел», «Ментовские войны 2 и 3», «Тайны следствия 5 и 17», «Улицы разбитых фонарей 8 и 16», «Гончие 3 и 4» и по другим фильмам. Вячеславу Беляеву было 56 лет. 26 мая не стало американского актера Реймонда Лиотто. Он известен более чем по 90 ролям в кино. В том числе Рей Лиотто снялся в лентах «Другой мир», «Дикая штучка», «Славные парни», «Побег невозможен», «Турбулентность», «Навеки моя», «Ярость», «Вне игры», «Козырные тузы», «Крупная ставка», «Окись», «Короли улиц 2», «В осаде» и «Драконы Нью-Йорка». К числу работ по озвучиванию этого актера нужно отнести его участие в создании проектов «Би-Муви. Медовый заговор» и «Гриффины». Рею Лиотто было 67 лет. Светлая память всем людям, для которых весна 2022 года стала последней. Субтитры создавал DimaTorzok